МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Большой стройке вы узнаете, где в городе над Сожем возводят таунхаусы по уникальному проекту от Гомельского домостроительного комбината. Кроме того, мы расскажем вам, как правильно эксплуатировать окна ПВХ. А еще вас ждет краткий обзор новостроек, которые возводятся в областном центре. Гомельский домостроительный комбинат – одна из крупнейших строительных организаций крупнопанельного домостроения Белоруссии. Более 60% вновь возводимого жилья в городе над Сожем, да и в целом в области – это дома Гомельского ДСК. Примечательно, что работа предприятия носит законченный цикл от поступления на него основных материалов до сдачи квартир и домов под ключ. Надо отметить, что с 2015 года на производстве осуществляется изготовление оконных блоков, остекление рам-лоджий. Для их выпуска закупаются комплектующие – профильная система ПВХ, стеклопакеты, фурнитура от известных производителей, зарекомендовавших себя на строительном рынке. Процесс производства окон ПВХ на Гомельском домостроительном комбинате происходит следующим образом. Процесс начинается с распила профиля ПВХ, а также раскройки армирующего профиля. После этого производится обработка профиля. После армировки изделий ПВХ производится сваривание профиля. Сваривание профиля ПВХ на заводе Гомельского ДСК производится на автоматической линии. После завершения сварочного процесса производится сборка оконного блока. Это навеска фурнитуры, установка стеклопакетов, а также полностью сборка оконного блока. Оконные блоки в данный момент мы устанавливаем наружной стеновой панели, которую вы видите перед нами. После чего наружная стеновая панель с оконным блоком передается на склад готовой продукции и уезжает на монтаж. Существует несколько видов открывания пластиковых окон, и в частности поворотное, где ручка разворачивается на 90 градусов, и поворотно-откидное, где ручка разворачивается на 180 градусов. Кроме того, если в вашей квартире установлены пластиковые окна, то вам необходимы знания о том, как их регулировать. Регулировка производится по нижним и верхним петлям, ключом, шестигранником, либо звездочкой, в зависимости от производителя фурнитуры. Шестигранником можно регулировать петлю, как в положении выше-ниже оконная створка, так же в положении лево-вправо относительно проема. В верхней петле также регулировка производится шестигранником в ножницах механизма фурнитуры. Есть такие режимы, как ослабление и усиление притвора. Называется зима-лето. Для этого регулировка производится с помощью ключей отводится и прижимаются цапы эсцентриков. Надо убедиться, проверить наличие всех цап, и все цапы отводятся. Как на зимнее лето, он на зимний режим, это прижим створки более плотнее к раме, так в летний режим, это послабление. В данный оконный блок установлена ручка с детским замком безопасности. Для качественной и долгой эксплуатации фурнитуры вам также необходимо производить ее смазку, проверять жесткость крепления. Кроме того, следите за тем, чтобы водоотливные дренажные каналы были чистые и не забитые. При условии того, что окна, балконные двери и элементы остекления лоджии из ПВХ-профиля вам установили по всем нормам и правилам, мы готовы рассказать, так как же правильно их эксплуатировать. Прежде всего, параметры микроклимата в помещении должны быть следующие. Относительная влажность воздуха в теплый период года 30-60%, в холодный 30-45%. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. При более высокой влажности воздуха в помещении возможно временное образование конденсата на внутренней поверхности элементов оконных конструкций. Для того, чтобы избежать такого явления, необходимо обеспечить регулярный приток воздуха в помещении, долговременное проветривание рекомендуется только в теплый период года. А что же делать, если у вас на окнах конденсация влаги? Оконные конструкции из ПВХ-профиля обладают высокой герметичностью, что является одним из их достоинств. Но вместе с тем, повышенная герметичность может привести к изменению температурно-влажностного режима в помещении и, как следствие, к возможному конденсированию избыточной влаги на поверхностях оконного профиля и стеклопакетов. Причинами повышенной влажности могут быть проведение ремонта в квартире, приготовление пищи, стирка и сушка белья, плохая работа вентиляции. Для того, чтобы понизить влажность в квартире, необходимо регулярное проветривание помещений, также проверьте работоспособность вытяженной вентиляции. Также советуем не перекрывать поток теплого воздуха от радиаторов отопления к оконным конструкциям. Еще один пункт в эксплуатации окон. Если у вас на окнах появилась наледь, это может быть связано с нарушением тепловлажностного режима в помещении или большим температурным перепадом между внутренним и наружным воздухом. Чтобы ее устранить, надо стабилизировать параметры микроклимата, удалить наледь с оконного профиля скрипком, не повреждающим пластик. Обратим ваше внимание также на основные требования техники безопасности при эксплуатации окон и дверей из профиля ПВХ. Запрещается прикладывать чрезмерные усилия и механические воздействия к элементам окна или двери. При экстремальных погодных условиях окна и двери должны быть закрыты на запор. Запрещается фиксация створок в открытом положении посторонними предметами. Не допускается нахождение у открытых окон детей. При закрытии оконных конструкций следует быть внимательным и исключать попадание пальцев или рук, а также других предметов между створкой и рамой. Запрещается вставлять в детский замок безопасности более одного ключа одновременно. Запрещается поворачивать ключ до тех пор, пока он не будет вставлен до упора. Эксплуатация конструкций с неисправными приборами провисшим полотном небезопасна и ведет к повреждению целостности изделия, которое не может быть принято по гарантии. При выполнении работ по уходу и эксплуатации оконных конструкций соблюдать особую осторожность в связи с высотой. К возведению таунхаусов по уникальному проекту Гомельского домостроительного комбината приступили в городе над Сожем. Гомельский домостроительный комбинат начал строительство таунхаусов на переулке Бакунина 29. Ориентировочная стоимость квадратного метра составит 1800 белорусских рублей для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Реализация будет происходить по договорам купли-продажи после ввода домов в эксплуатацию. Данный дом будет введен в эксплуатацию летом текущего года. Получаем здесь на выходе двухэтажный шестиквартирный дом с территорией, которая относится непосредственно для будущих жильцов этих домов. Она будет огорожена. Каждая из квартир площадью порядка 115 квадратных метров реализована в двух уровнях. Сообщение между первым и вторым этажом при помощи деревянной лестницы. Территорию облагоустроим ее, а там уже люди сами решат, что они хотят для себя. Какие-то площадки для отдыха, детские площадки, может быть, там будут какие-то бассейны. В каждой квартире будет собственная летняя терраса. Каждая квартира оборудована двумя летними помещениями, лоджиями. Из технических особенностей можно отметить, что система отопления реализована комбинированная с применением теплых полов, ну а также стальных радиаторов, к которым мы уже все привыкли. Многоэтажные жилые дома по улице Федюнинского возводит Гомельское областное управление капитального строительства. Для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с указом президента номер 240 о государственной поддержке граждан, строящих жилые помещения, Гомельское областное управление капитального строительства приглашает принять участие в долевом строительстве в новом микрорайоне города Гомеля по улице Федюнинского. В наличии однокомнатные квартиры общей площадью 44 метра квадратных, двухкомнатные квартиры общей площадью от 56 до 76 метров квадратных, трехкомнатные квартиры площадью от 78 до 88 метров квадратных. Обращаем ваше внимание, что для заключения договора необходимо наличие направления администрации. Построившись в данном районе, вы приобретете уютную, просторную квартиру с хорошим видом. Будем рады видеть вас в числе наших дольщиков в областном управлении капитального строительства по адресу Белецкого, 7. Приобрести квартиру вы можете вот в этой многоэтажке по реческому шоссе. Гомельским областным управлением капитального строительства уже во втором квартале текущего года будет введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по проспекту Речицкому в городе Гомеле в районе 142 дома. На сегодняшний день осталось только 4 однокомнатные квартиры по прошлогодним ценам. Стоимость 1 метра квадратного 1100 белорусских рублей. Стоимость однокомнатной квартиры 48 тысяч 59 белорусских рублей. Не упустите возможность построить квартиру в хорошем районе с развитой инфраструктурой. Купить жилье вы также можете вот в этой десятиэтажной новостройке по улице Чкалова. В наличии одна, двух- и трехкомнатные квартиры от 44 до 80 квадратных метров. Для граждан, не состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий, цена одного квадратного метра 1330 рублей. Для тех, кто состоит на учете нуждающихся, цена квадратного метра составляет 1157 рублей. Сегодня программа «Большая стройка» предлагает вам также рассмотреть варианты жилья в центре города над Сожем. Государственное предприятие «Угут» города Гомеля предлагает принять участие в долевом строительстве в жилом доме по улице Волотовская, что расположено недалеко от парковой зоны города Гомеля. В наличии двухкомнатной и трехкомнатной квартиры площадью от 63 до 99 квадратных метров. Цена за метр квадратный «Большая стройка» ознакомила вас с актуальными предложениями на рынке жилья Гомеля. На этом мы с вами прощаемся. До встречи на новых стройплощадках города.